Владимир Гордиенко не может получить обратный денежный залог за школьную форму своего ребенка уже более двух месяцев. В магазине ему никак не удается застать администратора или директора. Продавцы же разговаривать не хотят. С кем я могу общаться из руководства? Никого из руководства. Никого из руководства. Значит, опять нет никого из руководства. Вчера были. Вчера были, значит, по поводу залога запрещают, не отдают залог за школьную форму. По словам Владимира Гордиенко, сумма внесенного залога совсем небольшая – 500 рублей. Однако, почему руководство магазина школьной формы отказывается его возвращать, непонятно. И это при том, что многим родителям, когда в конце лета стало ясно, что к Дню Знаний торговцы не успевают поставить форму, пришлось приобретать ее в другом месте. В мае месяце была заказана детская форма для первоклассников. Вот в торговом центре «Маяк» там находится бутик детской одежды. Взяли предоплату, обязательства свои к первому сентября они не выполнили. И по истечении, значит, срока отказываются возвращать предоплату. Руководство магазина ничем не объясняет, говорит какой-то у них внутренний закон, или как я не знаю, как это назвать, что до 1 октября мы возвращали, а сейчас мы после 1 октября залог не возвращаем. Можете купить у нас там носочки, шапочки или еще что-нибудь. Нам этого ничего не надо. Если был бы договор, можно было бы предъявлять соответствующие требования и в случае отказа сразу обращаться в суд. Сейчас мы попробуем в досудебном порядке первично проверить данную организацию с помощью обращения в управление Роспотребнадзора, поскольку мы видим, что это массовые нарушения, это не единичные. Выясним, почему в данном случае не заключен был договор продажи товаров по образцу, по описанию, где должны быть указаны сроки, обязательства, ответственность. А также выясним, почему не отдают деньги, которые первично взяли, по сути дела это незаконное обогащение. Напомним, что перед началом учебного года девочки-первоклассницы сразу из нескольких школ оказались без школьной формы. Руководство магазина тогда ссылалось на загруженность текстильного предприятия в далеком киргизском Бишкеке. А вопрос, почему пошив сарафанов и юбочек решено было заказать в далекой от Рязани Азиатской Республики, так и остался без ответа.